Привет всем! Я Ева Чучешвили, вы смотрите «Солнечное утро». Сегодня четверг, 18 мая. В этот день наши предки внимательно следили за изменениями в природе, чтобы предсказать, каким будет лето. Например, засушливым, если земля при поливе впитывала много воды. Холодным, если домашняя птица чистила перышки на сухом месте. Крупные облака, плывущие с юга на север, сулили дожди. Оставим приметы тем, кто в них верит и перейдем к фактам и новостям. Их за день скопилось немало, так что полный вперед! Паника на пустом месте и другие новости. Расскажем, что обсуждают пользователи интернета. С новосельем! Побываем в новом офисе компании «Стройсах Риелтор». Вкусное утро! Приготовим жареный рис с морепродуктами. Каждый может быть автором. Узнаем, что нового появилось в сахалинском сегменте Ютуба. Ровно 32 года назад в космос отправилась советская ракета «Союз ТМ-12». Это была девятая основная экспедиция на станцию «Мир». Казалось бы, ничего интересного. Однако именно этот пилотируемый корабль доставил на орбиту первую английскую женщину-космонавта. Ее звали Хелен Шарман. В составе советского экипажа, состоящего исключительно из мужчин, она провела за пределами Земли одну неделю. Чем еще интересна сегодняшняя дата, узнаем, перевернув страницу народного календаря. 18 мая в России отмечают необычный праздник – день рождения майского жука. Действительно, первых особей можно встретить именно в это время. Отношение к ним у людей до сих пор неоднозначное. Несмотря на то, что насекомое – вредитель всех сельскохозяйственных культур, он еще и предвещает долгожданные теплые дни. К слову, майский жук – один из самых крупных представителей своего рода. Его размеры могут достигать 4 сантиметров. 127 лет назад в Москве прошел первый показ фильмов «Братьев Люмьер». Для демонстрации выбрали театр Солодовникова на улице Большая Дмитровка. Показ движущихся картинок провели для узкого круга гостей и журналистов. Вечером того же дня в Театре столичного сада «Аквариум» состоялась и первая публичная демонстрация ленты «Выход рабочих с фабрики Люмьер». Однако она совпала с празднованием дня рождения императора Николая II, поэтому осталась незамеченной жителями города. 18 мая на Руси прекращали сплетничать и распускать слухи. Это могло привести к зубным болям. Хозяйки не оставляли грязную посуду после еды. Злые духи слетались на запах и устраивали в избе беспорядок. Суверные старушки не пускали одиноких девушек и вдов в гости. Если нарушить запрет, можно всю жизнь провести в одиночестве. Древние славяне также верили, если вода после дождя быстро впитывалась в землю, летом наступит засуха. Сегодня отмечают именины Адриан, Яков и Ирина. Рожденные 18 мая найдут выход из любой ситуации, решительны и уверены в собственных силах. Адриан с детства трудолюбив и всегда добивается успеха в своем деле. Яков относится к числу практичных и расчетливых людей, но не лишен сочувствия и сострадания. Ирина натура влюбчивая и нежная, хотя головы в увлечениях не теряет, всегда стремится сохранить независимость. В Бразилии посетители бара приняли бегунов за жертв преступников. Кадры с массовой панической атакой публикуют иностранные СМИ. А началось все с безобидного решения группы активистов устроить небольшой забег по оживленному тротуару. К всеобщему волнению присоединился даже официант. Другие новости с просторов интернета узнаем далее. В Мексике проснулся один из самых опасных вулканов. Папапакатепитль начал выбрасывать в небо огромное количество пепла. Он поднимается на высоту более 6 километров. Пока правительство призвало местных жителей не приближаться к вулкану. Папапакатепитль – вторая по величине гора в Мексике. Ее высота составляет 5426 метров. Дуэт фокусников из Архангельской области установил мировой рекорд. Илья Рыжков и Наталья Хазина выступали на фестивале циркового искусства «Золотой слон» в Испании. За награды конкурса в финале боролись 13 лучших артистов мира. Иллюзионисты представили международному жюри классический номер с приодеванием нарядов. За 30 секунд они сменили 21 платье. В Перми продают кофе на грудном молоке. Эксперимент поставил местный предприниматель. Идея к Максиму Кобелеву пришла спонтанно. Вместе с женой он нашел в сети новоиспеченных матерей и предложил сотрудничество. Каждой женщине он платит по 1 тысяче рублей за поставку. В день выходит около 5 литров молока. Их распределяют по трем точкам в городе. Одна порция такого кофе стоит 650 рублей. Для здоровья клиентов каждая сделка с поставщиком грудного молока сопровождается свежей справкой из больницы. Американский ученый побил рекорд жизни под водой – 74 дня. 55-летний Джозеф Дитуль обустроил капсулу на 9-метровой глубине. Своим экспериментом он хочет доказать, что жить под водой не только возможно, но и полезно. Профессор по видеосвязи ведет занятия для студентов, записывает все, что происходит с организмом в дневнике, общается с дайверами и не хочет подниматься на поверхность. Пришло время полезной информации от наших партнеров. Строя Сах Риэлтор – одна из крупнейших строительных компаний Сахалина – переехала в новый офис. Сотрудники говорят, что клиентам теперь будет комфортнее выбирать проект дома мечты. Записывайте адрес. С разрезания красной ленточки символично начинается новая история компании «Строй Сах Риэлтор». Коллектив организации, как и его клиенты, наконец-то стали новоселами. Стильный и просторный офис располагается на улице Больничной, 2-1. Естественно, нашим клиентам очень удобно, когда у нас отдельный офис, потому что в любое время они могут спокойно приехать, мы можем встретиться и обсудить. То есть график у нас вообще обычно с 10 до 6, всегда в офисе находится администратор, также у нас очень отзывчивый администратор, всегда встретит гостей. И в любое время можно записаться и проговорить некоторые нюансы по строительству, либо по покупке квартир, также земельных участков в нашем новом офисе. В старом это было, конечно же, неудобно, потому что это офис не наш, доступ на парковку сложный, ну то есть закрывается где-то. Поэтому свой офис – это очень важно. Компания буквально родилась в островном регионе. Стаж в риелторской деятельности у нее более 10 лет. В строительной отрасли она начала работу только год назад, но уже добилась успеха и благодарных клиентов. Наша компания предоставляет такой спектр услуг, как подбор квартир, подбор земельных участков, а также строительство индивидуальных жилых домов. И полное сопровождение сделки от АДАЯ. У нас самые дешевые цены, так как мы работаем, не работаем с перекупом, не работаем конкретно с поставщиками. В компании не только подберут проект уютного семейного гнездышка, но и помогут определиться с нужными материалами для строительства дома. Отдельное место занимает планировка комнат и помещений. У нас замечательная компания, замечательный коллектив. Мы очень любим и рады видеть всегда наших клиентов. Двери нашей компании всегда открыты. Мы всегда 24 часа в сутки на связи с нашими клиентами. Всегда поможем подобрать льготную программу ипотечную, подобрать земельный участок. Ну и любой каприз исполним наших клиентов. В день новоселья компанию пришли поздравить ее спонсоры и партнеры. К микрофону выходили с теплыми словами и подарками. Представители фирмы «Стройсах Риэлтор» в свою очередь вручили им небольшие тематические презенты. На самом деле, ребят, хочу вас поздравить с новосельем. Только я думаю, уже офис-то и маленький, уже сейчас, даже маленький. А то клиенты от нас будут приходить пачками. За прошлый сезон компания заключила около 50 сделок с клиентами. Планы на будущее у коллектива не менее амбициозные. В этом сезоне «Стройсах Риэлтор» планирует подписать более 100 сделок. Руководство верит, что новый офис наверняка этому поспособствует. Слово «бабки» как синоним денег – это далеко не современный сленг. Появилось выражение при Екатерине Второй. По одной из версий, происхождение связано с изображением пожилой императрицы на купюрах. С другими интересными фактами из области филологии нас знакомит Василиса Долгушина в рубрике «Поймите правильно». Истинная любовь к своей стране немыслима без любви к своему языку. Так сказал русский писатель Константин Георгиевич Паустовский. Берите на заметку. «Посыпать голову пеплом» буквально означает предаваться крайней скорби, трауру по случаю бедствия. Фраза пришла к нам с Ближнего Востока. Там посыпание головы пеплом, пылью и землей было частью ритуального выражения горя. Скорбящий также рвал на себя волосы и одежду из грубой ткани, подобной мешковине. В большинстве случаев такое поведение было лишь частью ритуала, поэтому носило исключительно демонстративный и неискренний характер. Употребляйте это выражение с верным смыслом и к месту. Ведь, как сказал российский юрист Анатолий Кони, оратор немного достигнет, убеждая и доказывая. Он должен доказывать и волновать. Креветки называют деликатесом повседневного потребления. Дело в том, что они очень неприхотливы, живут не только в морях и океанах, но и в пресной воде. В нашей стране ежегодно добывают порядка 45 тысяч тонн этих ракообразных. По данным экспертов, креветки – самый востребованный морепродукт. Неудивительно, что рецептов с ними великое множество. С одним из них нас познакомит шеф-повар Владимир Голованов. Доброе утро, дорогие друзья! Меня зовут Владимир Голованов. Я являюсь шеф-поваром кулинарной студии «Трюфель». И сегодня мы с вами приготовим жареный рис с морепродуктами. Для этого нам потребуется лосось, креветка, краб, томаты пробитые эсэс, немножко соуса табаско и чуть-чуть зеленого горошка. Приступим. Водичка у нас уже закипела. Рис мы будем варить откидным способом. Его варить так же, как и пасту. В кипящую воду закинули рис и помешали, чтобы он не слився. И в процессе нужно постоянно помешивать. Пока наш рисок варится, мы с вами подготовим нашу начинку. Немножко репчатого лука меленьким кубиком нарезаем. Чем меньше кубик, тем лучше. Жарить все это будем дело на оливковом масле. Лосось мы нарежем крупным кубиком. Краб, креветку оставим как есть. Вначале обжариваем лучок, чтобы он отдал весь свой вкус. Затем добавляем краб. Затем лосось. Затем креветки. Все солим и перчим. Легко все обжарили. И добавляем помидоры СС. И чуть-чуть зеленого горошка. Слегка закипело. И отставляем. Ждем, пока сварится наш рис. Ну что, дорогие друзья, наш рис сварился. Я его откинул на сито. И промыл под проточной водой. Затем мы его перегружаем в наш соус. Мы уже будем непосредственно доводить мелки. И пару капелек табаско. Буквально. Кто любит поядренее, может добавить, конечно, еще. Как только соусок наш закипит, впитается в рис, слегка еще обжариваем наш рис. И наше блюдо будет готово. Рисок наш обжарился. Соусок впитался. Блюдо готово. Наше блюдо выкладываем в центр тарелочки. Наше блюдо готово. Приятного аппетита. Можно пробовать. Отправьтесь в гастрономическое приключение на мастер-классах в кулинарной студии «Трюфель». Под руководством профессиональных поваров вы приготовите изысканные блюда различных кухонь мира и отлично проведете время в приятной компании. По последним данным, в интернете работает почти один миллиард личных сайтов и блогов. Чтобы вы понимали масштабы этого явления, напомню, что у населения планеты 8 миллиардов жителей. То есть каждый восьмой человек готов делиться с другими своими мыслями, идеями и опытом. Среди них есть сахалинцы и те, кто рассказывает об островах. Давайте посмотрим. Всем привет! Вы на канале «Процессы Халинецы». Сегодня мы отправляемся на очередные поиски какого-то туннеля, который мне посоветовал один из подписчиков. А что насчет туннеля, то информации никакой, что там внутри и так далее. Есть только инфа, то, что где он находится. Это примерную точку мне показали по гугл-карте. Будем ориентироваться кое-как. Давно в поле зрения наших корреспондентов не попадал сахалинский блогер Максим. За месяц его канал пополнили 4 новых видеоролика. Один из них раскроем в подробностях. Не понял. То ли он засыпан, то ли что это. Как будто да. Там не берлога с тучием? Я ух... Как будто вылезал кто-то. Но я не думал, что маленький мишка был. Заброшенный туннель в Хомутово по наводке подписчика оказалось непросто найти. Из подсказок приблизительные координаты и фото. По пути друзья успели изучить руины дома, разрушенное здание склада и бетонное строение, напоминающее большую каменную печь. Нам что-то нас там не завалило. Там вообще видать что-нибудь? Да, вообще не видать. Нет, ну идем сюда, смотри. Думаешь? Это сейчас будет. Что-то мы нарыли. Погнали? Узкий вход в туннель оказался обманчивым. На деле помещение занимало несколько десятков квадратных метров с ответвлениями в разные комнаты. Под ногами блогеров неприятно скрепили доски и наледь. Весеннее тепло в бункер не заглядывало. Это как стол, что ли, был? Не знаешь, как переговорная, что-то хламная, что-то типа подобного такого, стратегического. Темно, конечно, все это дело. Увы, но кроме стола сахалинцы больше ничего занятного не нашли. Уновать не стали и отправились исследовать местность. У нас еще вон та вот цопочка интересная, будто искусственная. Если это будет огромный ангар, это будет вообще круто. Как-то необычно. И даже дорога, видишь, какая-то есть. О! Там черемша, похоже. Ролик о загадочном туннеле набрал только 614 просмотров. Подписчики предполагают, раньше в Хомутово располагалась военная база или укрепрайон. Их догадки подтверждают разрушенное каменное здание, напоминающее казарму, и брошенные покореженные автомобили. Что, Лимон, понравилась такая? Прогулочка. Я не знаю, но особо интересного ничего не нашли. Но зачем ехали? До того добрались, полазили. Да. Нарушение осанки приводит к изменению скелета. Из-за этого ухудшается работа сердечно-сосудистой системы, нарушается пищеварение и появляются проблемы с дыханием. Чтобы избежать этого, нужно хотя бы пару минут в день уделять физическим нагрузкам. Полезные упражнения подскажет фитнес-тренер Екатерина Баландина. Доброе утро. Я знаю, что многие из вас в конце дня испытывают неприятные ощущения в пояснице. И сегодня я хочу вам подарить комплекс из трех упражнений, которые помогут убрать эти неприятные ощущения. Первое упражнение вы будете делать лежа, и вам потребуется какая-то твердая поверхность. Ну, пол – это самый идеальный вариант. Выложитесь. Ваши ноги согнуты, они находятся на ширине тазобедренных суставов. Убедитесь в том, что ваша голова лежит так, чтобы ваша шея не напрягалась, то есть у вас не было запрокидывания головы. Если это происходит, или если вы чувствуете некий дискомфорт в области шеи, подверните, если вы лежите на коврике, коврик, либо подложите какую-то небольшую подушечку или полотенце сверните. Это самый оптимальный вариант для дома. Итак, ваши плечи опущены и расслаблены, то есть вы осознаете, что они у вас не поднимаются высоко от пола. И вы делаете… Сейчас я уберу руки, чтобы вам было видно, что будет происходить с моим тазом. Вот такие покачивания тазом. Вперед и назад. Я сейчас объясню, как это делать с минимальными усилиями. Вы погружаете стопы в пол и начинаете стопы двигать от себя, как будто отталкивая коврик от себя. И в этот момент ваша поясница будет мягко погружаться в пол. Затем вы подтягиваете пятки к себе, и ваш таз будет наклоняться вперед, и у вас появится пространство между полом и поясницей. Я уберу руки. Вообще у вас руки будут лежать на полу расслабленным. Еще раз. Я толкаю коврик от себя, и вы видите, что мой таз наклоняется назад, и поясница ложится мягко на пол. Я подвигаю коврик к себе, и мой таз наклоняется вперед. Это движение должно быть настолько мягким и естественным, то есть вы не должны испытывать никаких усилий для того, чтобы оно у вас происходило. И вот вы качаете тазом вперед-назад. Тем самым вы массируете крестец и снимаете нагрузку с поясницы. Убедитесь во время движения, что ваша голова и грудная клетка будут двигаться вместе с тазом. То есть вы видите, что моя грудная клетка и голова покачиваются. Если же этого не происходит, расслабьте шею, расслабьте грудную клетку, и позвольте двигаться вашему телу в такт с тазом. Если вы расслаблены, но голова все же и грудная клетка остаются стабильными, это сигнал к тому, что вам нужно работать над мобильностью грудного отдела. Второе упражнение. Для него вам понадобится вот такой пенный ролл или в домашних условиях обычная пластиковая бутылка без углублений. Вы также остаетесь на полу и подкладываете ролл под крестец. Крестец – это область, это такая плоская кость между поясничным отделом и копчиком. То есть вы не укладываете ролл под поясницу или не кладете на копчик. Вы почувствуете такую хорошую опору в крестец, поднимаете ноги, одно колено вы обхватываете руками и прижимаете к груди. И второй ногой вы начинаете движение от себя на выдохе. Выдох, вдох, выдох, вдох. Покажу на противоположной ноге, чтобы вам было видно, что происходит с моим тазом. Выдох, вдох. И здесь самое важное, когда нога будет уходить вдаль, не прогибайтесь в пояснице. То есть у вас остается нейтраль от копчика до макушки. Выдох, вытянулись за большим пальцем, вдох, вдох, вернули колено. Вы будете также разгружать подвздошно-крестцовое сочленение. Когда оно перегружено, нагрузка переходит на поясницу. И мы чувствуем тот самый дискомфорт, неприятный в пояснице. И это несложное упражнение поможет разгрузить и крестцовое подвздошное сочленение, и, естественно, поясницу. По 12 раз на каждую ногу выполните эти вытягивания. И последнее упражнение. Вы садитесь также на пол. И здесь важный момент. Если вы наблюдаете у себя такое вот заваливание таза назад, или вам просто некомфортно сидеть с ровными ногами, вы можете сесть на что-то. Ну, это что-то должно быть твердым. Ну, например, вы можете подложить пару книг под ягодицы, так, чтобы вы хорошо чувствовали свои седалищные кости. Или же второй вариант. Вы можете согнуть ноги, чтобы ваш таз оказался в вертикальном положении. То есть, чтобы у вас таз не наклонялся назад. То есть, поясница ваша ровная. Кстати, вы дома можете выполнять это упражнение, прижавшись к стене. Так будет проще начинать. Итак, у меня стены нет. Представьте, что она позади меня. Где я крестцом, областью между лопаток и затылком прижимаюсь к этой стене. Стопы ваши, если вам позволяет растяжка, в идеале должны быть натянуты на себя. Если нет, тогда стопы пока расслаблены. Вы поднимаете руки вперед. И на выдохе, я сейчас покажу быстро, как выглядит это движение. Затем объясню его технику. И на выдохе вы начинаете тянуться макушкой вслед за руками. Как будто бы плавно, постепенно отклеиваясь от стены, которая находится позади вас. На выдохе. Ребра отклеиваются. Крестец остается. Вдох. Мы делаем, расширяясь в поясницу и в область между лопаток. И на выдохе постепенно приклеиваемся позвонок за позвонком к стене. И здесь задача не сложиться в области бедер и живота. То есть здесь нет задачи опуститься в складочку. Здесь задача улучшить артикуляцию позвоночника и снять напряжение с поясничной фасции. Она, как правило, у нас такая тугая. И это упражнение очень круто помогает снять, то есть добавить ей эластичности и, как я уже сказала, снять напряжение. Происходят чудеса. Поверьте мне, вы можете даже себя сфотографировать до-после. Итак, представляете, что у вас между бедрами и животом находится шар, который вы как будто бы хотите обнять своим телом. Или проще, может быть, кому-то представить, как будто вы, наклоняясь, переваливаетесь через какой-то предмет. Ну, через какой-то валик. Допустим, да, положим себе на бедра этот валик и мы хотим через него, то есть не сжимая, не надавливая на него животом, потянуться руками вперед. Еще раз. Вы вдох делаете и чувствуете хорошую опору в седалищные кости. И на выдохе начинаете макушкой тянуться вслед за вашими руками, постепенно сегмент за сегментом, отрывая позвоночник от стены, которая находится позади вас. И здесь еще важный момент. Следите, чтобы ваши плечи оставались опущенными вниз. Не поднимайте плечи к ушам. Вытягивайтесь. И тот самый валик, он до сих пор остался у вас между бедрами и животом. Вы делаете вдох, помогая своей фасции растянуться, расшириться. Вдох. И на выдохе возвращаетесь в исходное положение и вытягиваетесь макушкой снова вверх. 8-12 повторений будет достаточно для того, чтобы помочь своей спине снять эту нагрузку. Я желаю вам хорошего дня и будьте здоровы. Пока-пока. Культурно просветились, физически размялись. Хорошим настроением зарядились. Наша программа подошла к концу. Увидимся завтра в 7.30 утра. Я, Ева Чучешвили, желаю вам продуктивного дня. До встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!